Ну и, соответственно, финальная тема. Кстати, уже начал немножко ее, уже коснулся, отвечая тут на один из вопросов, который относительно прекращения банкротства при заключении мирового соглашения. Финальная наша тема – это прекращение дела о банкротстве. Три основные ситуации. Мировое соглашение, полное погашение конкурсной массы и отсутствие финансирования процедуры. То есть вот понятно, у нас процедура банкротства, если она началась, она может либо завершиться, завершиться она может определением суда о завершении конкурсного производства. Это значит, у нас все мероприятия прошли, все, чего можно, взыскали, все, чего можно, распродали, всех привлекли и дальше все, поняли, что больше взять с этой компанией нечего и, соответственно, мы завершаем процедуру. Это называется завершение процедуры. А здесь мы поговорим сейчас о трех вариантах, когда процедура не завершается, а прекращается. Что мы здесь имеем? Ну, у нас закон предусматривает вот эти случаи прекращения. Они здесь в презентации изложены, так как о них говорит соответствующая статья нашего закона о несостоятельности. Но я, в принципе, их можно все свести к трем основным вариантам. Первый вариант – это когда полностью восстановлена платежеспособность предприятия юрлица и погашен полностью реестр. Ситуация такая, ну, честно скажу, она близка к, наверное, ненаучной фантастике. Она бывает в практике, на самом деле. У нас в нашей тоже практике были ситуации, когда погашался полностью реестр. Ну, например, как вариант, либо под угрозой как раз субсидиарной ответственности бенефициары компаний понимали, что им интереснее и выгоднее полностью погасить реестровые требования. Им удавалось, ну, там за время, пока шла процедура, какие-то денежные средства сконцентрировать, может, в каких-то параллельных своих бизнесах. И чем вот сталкиваться с этой ситуацией субсидиарной ответственности? Они предпочитали погасить весь реестр. Ну, бывает. Очень редко, но бывает. Прям крайне редко, но да, случается. Иногда бывает, когда какое-то третье лицо, которое, например, видит для себя возможность через погашение реестра получить активы должника, поскольку понятно, что если это третье лицо гасит реестр, то, соответственно, предприятие-должник, оно выходит из процедуры, но оно становится, вот это лицо, которое погасило, становится основным кредитором. И дальше он может, в принципе, различными способами установить контроль над этим предприятием. Вот. Но, тем не менее, это крайне такие в практике редкие ситуации, потому что, еще раз скажу, обычно, когда банкротство предприятия вводится, то уже понятно, что полностью восстановить платежеспособность со всеми, со всеми кредиторами рассчитаться, но это крайне редкая ситуация. Вот. Вторая история – это мировое соглашение. Сейчас мы чуть подробнее поговорим о порядке и условиях заключения мировых соглашений. И третья история – это прекращение процедуры при отсутствии финансирования. Соответственно, по мировому соглашению, что у нас здесь. То есть, у нас основным результатом прекращения процедуры банкротства, по любым, кстати, основаниям, по всем трем, если мы говорим основаниям, а результатом прекращения процедуры банкротства является что? Что у нас компания возвращается, так скажем, в обычную финансово-хозяйственную деятельность. То есть, все ограничения, которые были в связи с банкротством, введены там на исполнительные производства, на начисление процентов, на взыскание и так далее, и так далее, плюс ограничения по деятельности органов управления, юрлица, они все снимаются. То есть, компания восстанавливает полностью свой статус со всеми плюсами и минусами. И при этом, соответственно, у нее долги. В случае, если она выходит из процедуры в связи с полным погашением, восстановлением платежеспособности, у нее нет долгов, она выходит прямо чистая, свежая и красивая. Ну, опять же, скажу, что это скорее фантастика, чем реальность. Второй вариант. Если процедура прекратилась в связи с отсутствием финансирования, то она выходит со всеми своими долгами, которые просто на ней висят и могут взыскиваться теперь через исполнительное производство. И третий вариант. Если у нас заключено мировое соглашение, то у нас, соответственно, компания выходит с определенными обязательствами по выплате по мировому соглашению. Мировое соглашение заключается на любой стадии процедуры банкротства. Утверждается на собрании кредиторам простым большинством кредиторов. То есть у нас тот кредитор или тех кредиторов, у которых там условно на один рубль больше, могут утвердить мировое соглашение. В данном случае оставшиеся кредиторы, которые голосовали против или не голосовали, они, конечно, имеют возможность в суде оспаривать, но, так скажем, это только при наличии каких-то веских причин. При этом нужно сказать, что если в реестр включены требования залоговых кредиторов, то есть требования, которые обеспечены залогом, эти залоговые кредиторы должны единогласно в любом случае проголосовать за мировое соглашение. Вот такой у нас есть порядок. Значит, далее мировое соглашение после того, как прошло собрание, его утвердили, оно направляется в суд и уже утверждается судом. Вот был вопрос по поводу утверждения мирового соглашения и что там происходит с теми кредиторами, которые в моменте утверждения этого мирового соглашения не были включены в реестр. Еще раз скажу, что здесь противоречивая практика. У нас были ситуации, как, например, когда мировое соглашение утверждалось, несмотря на то, что кредиторы уже на тот момент подали заявление в реестр, но еще не были рассмотрены и по ним не было принято судом решение о включении в реестр и суд, ну, как бы вставал на формальную позицию, говорил, что ну, не рассмотрели, вот та основная масса кредиторов утвердила мировое, значит, все, а эти как бы остались за бортом. Вот. Либо была ситуация, когда мировое соглашение не было утверждено из-за того, что рассматривался спор с одним из кредиторов, включенных в реестр. И утверждение мирового соглашения, вот эта ситуация, здесь вот она у нас называется кейс PEM-инвест, вот у нас эта ситуация с PEM-инвестом, она затянулась на год. То есть кредиторы утвердили мировое, но был один потенциальный кредитор, который требовал, чтобы его включили в реестр, оспаривал это мировое на том основании, что его не включили в реестр, хотя, строго говоря, у него не было на то законных оснований, но вот суд первой инстанции утвердил, а суд апелляционной инстанции посчитал, что нет, надо ждать, чем решится вопрос с этим кредитором. И, соответственно, пришлось всем ждать остальным кредиторам год, пока весь этот спор там не прошел в все наши судебные круги. Кредитору было полностью отказано во всех инстанциях, в итоге, в общем, он кредитором не стал, и тогда те первоначальные кредиторы собрались и опять утвердили это мировое, и оно уже вступило в силу. Вот, что касается причин отказа судов по утверждению мировых соглашений, то основная причина – это экономическая необоснованность, как это формулирует суд. То есть, как было сказано в одном из судебных актов Верховного суда, при реализации активов должника в рамках конкурсного производства кредиторы получили бы меньше, чем в рамках мирового соглашения. Ну, речь идет о чем? Речь идет, понятно, когда у нашего должника есть какое-то значительное имущество, которое потенциально может быть продано, и кредиторы получат, например, при реализации этого имущества по 50% от своих долгов, а тут вдруг какие-то кредиторы, которые как-то, может быть, заинтересованы, каким-то неформальным образом договорились с этим должником, что-то придумали, какую-то схему теневую, утверждают мировое соглашение с выплатой, например, по 10% всем кредиторам. Вот здесь суды говорят, что нет, так нельзя, особенно если остались какие-то кредиторы недовольны и обжаловали подобное мировое соглашение. Есть другие, понятно также, что у нас идет борьба с аффилированными кредиторами, есть там понятие субординации требований, но даже если, например, требования не были субординированы, и эти аффилированные кредиторы включены в обычную третью очередь реестра, если мировое соглашение было утверждено голосами в том числе аффилированных кредиторов, и это тот кредитор, который обжаловал это мировое, он доказал, что это были прежде всего аффилированные кредиторы, тоже может быть не утверждено мировое соглашение. Ну и третий вариант, это если он такой редкий, но тоже встречается, это если условия мирового соглашения, ну как бы не подтверждают его исполнимость, то есть если, например, дана рассрочка там на 15 лет, и непонятно откуда там этот кредитор, этот должник будет выплачивать эти деньги, то есть нет каких-то вообще реальных возможностей исполнять мировое соглашение. Участниками, кстати, мирового соглашения могут быть и часто бывают не только должник и кредиторы, но и любые третьи лица, которые могут выступать в качестве гарантов, поручителей по мировому соглашению или тех лиц, которые просто напрямую выплачивают эти деньги кредиторам. Поэтому через мировое соглашение, ну могут осуществляться в том числе, помимо там тех ситуаций, когда бенефициары спасают свой бизнес, или когда кто-то из мажоритарных кредиторов через мировое соглашение перераспределяет активы этого предприятия в свою пользу, ну бывают ситуации, когда и какие-то третьи лица, какие-то инвесторы заходят и таким образом реализуют свои финансовые интересы. Что касается, ну кратко скажу по поводу каких-то основных моментов. То есть у нас основополагающий принцип мирового соглашения, который нельзя нарушить и который является основным, основным это то, что в рамках мирового соглашения все кредиторы одной очереди признаются равными и должны получить равные, ну пропорционально своей задолженности, но равный объем. То есть если в мировом соглашении указано, что все кредиторы третьей очереди получают по 20% от своей суммы задолженности, то нельзя сказать, что а вот какой-то кредитор получает 25 или не получает ничего. При этом в обязательном порядке должны быть погашены текущие платежи в полном объеме, которые накопились до заключения мирового соглашения и платежи перед кредиторами первой и второй очереди. Еще раз скажу, что это выплаты по социальным обязательствам предприятия, беременность, возмещение вреда, профессиональные травмы и так далее. Это первая очередь, вторая очередь это у нас заработная плата и МДФЛ по ней. Соответственно, что тут еще важно, говоря по мировому соглашению, в принципе мы по последствиям прошлись. Здесь интересно сказать о том, что происходит у нас, когда мировое соглашение не исполняется. Если мировое соглашение не исполняется, то у кредиторов есть два возможных альтернативных пути. Первый вариант, они могут получить обычные исполнительные листы и действовать через принудительное исполнение этого мирового соглашения, как любого решения суда, то есть через службу судебных приставов или через самостоятельность. Второй вариант, кредиторы могут подать заявление о расторжении мирового соглашения. Вот если, например, есть какой-то график выплат, им по графику выплат нарушена, одна из выплат не произведена в нужные сроки, кредитор может подать заявление о расторжении мирового соглашения, и в этом случае суд с вероятностью в 90% вернет это предприятие в ту процедуру банкротства, которая была у него до заключения мирового соглашения. То есть дальше пойдет опять банкротство и уже, скорее всего, варианта заключения мирового не будет. Теперь хотел сказать по поводу ситуации по отсутствию финансирования. При отсутствии финансирования процедуры также может процедура прекращаться. При этой ситуации у нас, с одной стороны, компания теряет статус банкрота, возвращается к финансово-хозяйственной деятельности, с другой стороны, задолженности эти никуда не деваются, они так и повисают на этой компании. И что важно, о чем я вот раньше тоже кратко сказал, но сейчас еще раз хочу сакцентировать внимание, что прекращение процедуры банкротства в связи с отсутствием финансирования или же невведение этой процедуры судом на начальном этапе в связи тоже с отсутствием финансирования не мешает кредиторам подать заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Другой вопрос, что для кредиторов значительно сложнее доказать, если процедуры банкротства не было или она была прекращена на какой-то начальной стадии, доказать виновность действий менеджмента или контролирующих лиц, поскольку у них в рамках процедуры банкротства накапливается определенный объем доказательств, которые есть у управляющего и которые также доступен кредиторам. Если процедуры не было или она быстро закончилась, то этих доказательств может не быть и это осложняет привлечение к субсидиарной ответственности, но тем не менее такая возможность есть и ей сейчас достаточно активно тоже кредиторы пользуются. И в частности у нас вот сейчас есть такое дело, где мы привлекаем к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих некую инвестиционную компанию, которая там собрала с достаточно большого количества физических лиц займы и не расплатилась по ним. Соответственно, от бенефицаров мы сейчас будем привлекать к субсидиарной ответственности именно в рамках такой конструкции, когда процедура банкротства не введена в связи с отсутствием финансирования. Собственно, вот, наверное, основные моменты, о чем здесь хотелось сказать. Давайте сейчас тогда еще отвечу на вопросы, которые у нас здесь появились. Так, вопросы. При назначении размера субсидиарной ответственности как часто на практике учитывается текущий доход и материальные возможности человека. Кстати, хороший интересный вопрос. На самом деле, к сожалению, они никак не учитываются. На мой взгляд, это не совсем правильно. И, на мой взгляд, все-таки как-то суды должны при привлечении, даже при установлении виновности лиц, должны исходить из того, был ли это, например, наемный директор, который получал зарплату в размере 150 тысяч рублей, или же это был бенефициар, который получал дивиденды в размере миллиардов. Я недавно там знакомился с одним делом по некому крупному алкогольному предприятию, созданному бенефициаром, которого являлся очень известный в бизнесе человек. Я не хочу там фамилии называть, но это известный человек с интересами в различных сферах бизнеса и такой серьезный товарищ. И наряду с ним привлекают наемного директора, собственно, который к нам и обратился, его родственники, с этим вопросом, у которого была какая-то вполне такая стандартная зарплата. И, как, по крайней мере, утверждает сам этот человек, он даже не получал никаких там бонусов, опционов и дополнительных выплат. Мне кажется, это должно учитываться на сегодняшний момент. Судебная практика, к сожалению, никакого различия не делает в этом плане. То есть, если доказана виновность, то отвечать будут наравне вне зависимости от материального положения. Так, поделитесь мнением в части возможности привлечения арбитражных управляющих к субсидиарке. Ну, смотрите, арбитражные управляющие обычно привлекаются не к субсидиарке, а к убыткам. Это немножко другая конструкция, которая тоже отдельно предусмотрена в законе о банкротстве и несостоятельности. То есть, если у нас и сейчас это тоже активно применяется, то есть, если кредиторам удается доказать, что арбитражный управляющий, например, пропустил сроки по оспариванию сделок. И в дальнейшем, например, следующий назначенный арбитражный управляющий подал, или сам кредитор этот подал заявление об оспаривании, но суд указал, что в удовлетворении заявление по оспариванию данной сделки отказано в связи с тем, что пропущен срок. А срок истекал в момент того, когда какое-то лицо было уже арбитражным управляющим. То тогда есть уже наработанная практика по подобным делам, когда на сумму возможного возмещения по этой сделке к убыткам привлекаются арбитражные управляющие. Практика существует, она уже достаточно серьезная. Так, вопрос к спикеру. Уточните, пожалуйста, про распределение субсидиарной ответственности. Ну, смотрите, вариантов несколько. Либо если мы говорим о привлечении к субсидиарной ответственности, например, по каким-то конкретным эпизодам, по эпизодам конкретных сделок, я об этом говорил, когда рассказывал про субсидиарную ответственность финансовых директоров и главных бухгалтеров, то в этом случае мы, ну, часто субсидиарная ответственность, она ограничивается именно теми потерями, именно тем ущербом, который был нанесен юрлицу и, соответственно, интересам кредиторов данной конкретной сделкой. То есть человек отвечает в рамках того ущерба, который нанесен. Это одна ситуация. Более распространенная ситуация, когда у нас по каким-то общим основаниям привлекают к субсидиарной ответственности группу лиц, двух-трех директоров, например, участника, еще каких-то лиц. В этом случае и есть какое-то общее основание, опять же, искажение бухгалтерской отчетности, непредоставление документов, неподача своевременно заявления о банкротстве. И доказано, что все эти лица в той или иной степени виноваты в данной ситуации. В этом случае они отвечают солидарно. То есть взыскивается со всех в одном объеме. С кого раньше получится, с того, соответственно, и взыщут. При определении размера субсидиарной ответственности как определять соотношение ответственности финн-директора и главного бухгалтера за ошибки в бухотчетности? Должно определяться судом на основании изучения, прежде всего, должностных инструкций и положений, плюс контрактов, понятно, этих лиц, кто за что отвечал, плюс какие-то косвенные доказательства, может быть, показания каких-то свидетелей, какие-то иные документы, кто непосредственно готовил данную отчетность и кто давал указание подготовить ее в том или ином ключе. Наверное, основные вопросы я ответил. А, вот еще вопрос. Как определяется порядок возмещения, если назначено, например, 100 миллионов, а человек за всю жизнь столько не заработает? Да, это интересный вопрос. У нас есть и не 100 миллионов, у нас есть и десятки, и сотни миллиардов, вот особенно по банкротствам банков. Есть просто фантастические совершенно суммы субсидиарной ответственности, к которой привлекаются эти бенефициары банков. А часто, кстати, и не только бенефициары, но и служащие, да, там, ну, какие-то высокопоставленные, достаточно понятно, топ-менеджеры. Но, опять же, мы исходим из того, что эти люди все равно часто не являлись выгодоприобретателем, не получали доход от акционерного капитала, а жили на зарплату, да. Вот, и когда им назначают, там, не знаю, 40 миллиардов, понятно, что человек никогда не заработает эти деньги. В данном случае, мне кажется, что все-таки судебная практика должна, еще раз скажу, как-то дифференцированно подходить к этому вопросу. Другой вопрос, что, ну, что происходит? Понятно, если нельзя взыскать, то не взыщут. Для человека это крайне негативная ситуация, поскольку, скорее всего, будет введена процедура его личного банкротства. Скорее всего, все имущество, которое у него было, кроме единственного жилья, пойдет в счет выплат по возмещению данной ответственности. Скорее всего, после банкротства он также не будет освобожден от этой субсидиарной ответственности. Если кредиторы будут на сточу, они будут еще какое-то время пытаться взыскать с него через исполнительное производство. То есть у человека в течение где-то от 5 до 8 лет, скажем так, будет крайне некомфортный период в жизни. То есть, по сути, он не сможет легально работать, получать легальный доход, заниматься бизнесом, покупать какое-то имущество, ездить за границу. То есть это вот эти все возможности, они будут крайне ограничены или вообще недоступны. Понятно, что существуют определенные сроки, в том числе в исполнительном производстве. И определенный здравый смысл, наверное, кредиторы редко будут кого-то преследовать 20 лет. Все-таки это в основном такие рациональные истории, которые основаны на каком-то расчете, а не на эмоциях. Поэтому когда-то эти исполнительные производства тоже прекратятся, пройдут сроки для их возобновления, и тогда, соответственно, закончится эта история. Но еще раз скажу, это очень ситуация неприятная, и поэтому в них лучше не попадать. Скажу, что у нас в нашем бюро есть в том числе услуга предварительного анализа на наличие признаков субсидиарной ответственности с дачей рекомендаций нашим клиентам, как максимально можно исправить ситуацию, пока еще, как говорится, гром не грянул для клиента. Как подстраховаться, какие защитные механизмы выработать в плане минимизации этого риска. И мы приглашаем, в принципе, как вот уже было сказано, с этим вопросом тоже обращаться. И также мы активно занимаемся и защитой бенефицаров в ситуации субсидиарной ответственности, ну и, в принципе, всем комплексам услуг, которые в рамках процедур банкротства у нас существуют. И сейчас, в течение недели после завершения нашего мастер-класса, мы готовы предоставить 15-процентную скидку на наши услуги тем клиентам, которые обратятся. Готов буду ответить на любые вопросы, которые придут по завершению мастер-класса. Также всегда с удовольствием поучаствую в дальнейшем в такого рода мероприятиях. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. До свидания. Продолжение следует...